Славные христиане, зашли на этот чат, увидели тут много недоброго и решили рассказать о Христе. Потому что за все дела надо на суд Божий предстать после смерти. Вы желаете поговорить на эту тему? Как правильно жить? Я неверующий. Ну вот, это хорошо. Самый тот объект. Раз неверующий, так он в беде большой, ему надо рассказать, чтобы веровал в Иисуса Христа. Неверующий жизни не увидит, он сразу в ад идет. Этим нельзя гордиться. Неверующие-то ни перед кем не ответственны. Там любой грех разрешен. Вот особенно они сюда идут. А Христос умер за грехи людей и призывает к покаянию. Вот интересно, у евреев было, если кто при двух или трех свидетелях откажется от Моисеева закона, без милосердия предается смерти. Они в этом предохраняли, заразу не распространяли. А сегодня, а я гомосексуалист, я садомит. И даже нужды никакой нет, ни стыда, ничего нет. А у мусульманов, садомитов этих, они их сразу связывают на десятый этаж и вниз головой. У них определенный вид казни. А как нужно поступать? Молиться. Я ни к чему не призываю, кроме того, чтобы люди познакомились со Христом. Слово Божие говорит, уповай на Сына Божия, постыжен не будешь. Кто верил во Христа, те все возвысились. У него определенная цель жизни. Он молится, полное спокойствие. Во всех отношениях беспроигрышно. Тем более, сегодня так много людей, которые что-то другое говорят. И ты можешь противостать, показать, на что ты способен. Рассказать о Христе, об Евангелии, о Библии. У нас большой сайт есть, называется «Восвитие Библии открытым оком». Вот, посмотрите. Видно, нет, не знаю. Чуть подальше. Да, видно, видно. А там на Ютубе канал. На Ютубе. Если вы зарядите это же самое, напишите «Сайт», будет сайт наш. Форум. У нас на Ютубе 17 900 роликов. 13. 13 тысяч. Вот, и если пожелаете по скайпу потом встретиться, внизу вот мое имя, фамилия написано. Чуть подальше, не вмещается. Вот такого. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, Вир. Да. Вопросы у вас, может, какие-то есть? Нет, мне как бы это особо не интересно. Никак. А вы вот сами говорите, я неверующий. Ну, вы как думаете, для чего человеку жизнь-то дана тогда? Как-то особо не задумывался. Ну, живу, как, говорит, козленок. Прыгал, прыгал, говорит. А потом что? Холмик могильный, лопух вырос. Верующая цель определенная – прославить Христа, увидеть нуждающихся. Сделать это все во имя Господа. Он молится, храмы стоят. Содружество какое. Послушная жена, дети. Видя, сколько здесь безобразия. Чтобы людям рассказать, как вылезти из этой беды. Как поверить в Господа Иисуса Христа, приготовиться к суду Божьему. Что ожидает его после смерти? Ну, староверы? Мы новообрядческие, но корни наши из староверов. Староверов. Да, мы, родители у нас были староверы, и мы пока не узнали, что без священства спасения нет. И мы присоединились к церкви. То есть, ничего не меняя, чтобы только священник был. Им дана власть отпускать грехи. Вот так. Когда у верующих человек, у него определенная, четкая, ясная цель. Ее надо достичь. Быть со Христом. И, конечно, вот написано у апостола Павла. Для меня, говорит, жизнь Христос, а смерть приобретение. А у людей как? Жизнь или кошелек? Смерть или кошелек? Жизнь кошелек. Он живет только одним днем. А у верующих, для меня, жизнь это Христос, а смерть приобретение. В латышском языке так звучит. Смерть приносит плоды. Вот я милости не давал, жертвовал, чужими детьми занимался, помогал. И когда смерть, это все к тебе, как корабли плывут. Написано, давай хлеб семи, даже восьми. Через много времени ты получишь обратно. А у верующих это ничего нет. Ешь, пей, блуди и умери. Ничего больше нет. Даже внешне, не считая религиозной книги, и то понятно, безбожник это никто. Так, тень на земле. А у верующих храмы открыты, помолиться, пришли, друзья тебя знают, и на помощь придут. И ты знаешь, что верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную, что за нас Христос умер, грехи наши взял. Это определенная целая цепочка идет рассуждения из пророчеств. А без Бога жить, оно вообще, кому она та жизнь-то нужна? Нет, 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 от себя. Что он для себя-то? Наркотики, блуд, сип или заразная пакость. Для себя-то ничего нету. Курит, табак, гонит туда дым, идет. Он ничего не имеет в этой жизни. Это же не все люди такие. Знаете, мы в этой жизни живем с вами вместе. И на работе везде встречаются безбожники. У человека никакой цели нету. Отвернулись где-то, он уже сапает, тащит себя. Я говорю, нельзя же этого брать. Он пекут хлеба, и начальник хороший такой. И сказал, домой, когда идете, кроме зарплаты, берите по два лаваша. Ну, лаваши, большие лепешки-то. Они идут там под себя, толкают еще штук пять. Да он, хозяин богатый. Ну, договорились, уже сказали. И одна из них не берет. Это наша прихожанка, верующая. А что ты не берешь? Так он уже сказал по две. Да мало что сказал. Вот и все. Ее сразу видно. Это нельзя, ты отсюда уходи. А то проговоришься, и будет беда. Другой у нас работал в Латвии, дядя Миша, через которого я пришел к Богу. Они ездят, шапера-то, ну, бывает скорость хорошая. И километры приписывают. Далеко, дальнобойщики-то. Но бензин-то остается. Они во враг съезжают, и бензин на землю сливают. А он-то этого не делает. А у него другой километраж-то меньше. А раз меньше, значит, и зарплата меньше. И у него бензин целый. У шофера сразу ему ультиматум. Ты не дури, ты уходи, мужик, отсюда. Из-за тебя мы еще заработок терять будем. То есть накручивают, они обманывают. Там специально поставят дроссель. И он крутит километры, а машина на месте стоит. Показать. Да это только то, что я говорю. А это на каждом шагу. Приписка, статистика, везде ложь. А всякая ложь от дьявола. Дьявол, дец, лжец, лжи. Это отец лжи. И надо детей к этому приучить, чтобы не мы обманули родителей, учителей. Что-то у вас ничего не сходится, не складно получается. Что-то не так вы поедете. У нас просто я старовер, и у нас своя церковь, свой старший есть. Так вы старовер, а почему же без бороды? Потому что я брею. Как? Потому что я брею. Так а зачем же брею-то? Староверы с бородами, они держат образ Божий. Я знаю. У нас есть старший. Так при чем старший-то? Это совесть перед Богом. Вы посмотрите по иконам. Пророки, апостолы, Христос, все с бородами. Да и у русских. Достоевский, Лев, Толстой. Посмотри, какие бороды. А у меня старший. Да старший, может, такой же гнилушка, как ты еще теперь. Я просто брею, потому что на вахту ездил. Почему? Потому что на вахту езжу. Ну и что на вахту ездишь, Дых? Наоборот, хорошо тебе до тела не дойдет. Гена нужна. Здесь не соблюдается особая гена. Борода предохраняет. Она мне не дает простыть. В любом случае, бриться не надо. Ни одной минуты не трачу. Вот мне уже 80 лет, и я время не трачу. А вы пятой креститесь? Еще? Что? Пятой креститесь? Руки как складываете, когда креститесь? Я трой крест, а он двух персов. Мы двух персов молимся. Мы так приучены. Наши корни там. Вот это вот означает склоненный средний палец, это небо. А это земля. Это, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и делаешь поклон. Вот так. Наши деды, они все были старообрядцы. Отдельные. Да. И без бородового ни одного не было. Нигде. Вам, если будет интересно, заходите на наш канал на Ютубе, открытым окном во свете Библии. У нас там 13 700 видеороликов наших только. Там много полезного для себя узнаете. Дальше сайты, смотрите, сайты, форумы, если эти слова подставите, Игнатий Лапкин, все получите. Да, конечно. Мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Как людям жить, чтобы в ад не попали. Вы желаете, чтобы с вами поговорили? Да. Какие вопросы будут, вы так заметьте. Мы говорим людям, что жить без Бога нельзя. Неверующий жизни не увидит за гробом. Он будет в ад брошен. Потому что Христос взял грехи на себя. Все люди грешные. Все лишены славы Божией. Праведного нет ни одного на земле. Для этого Сын Божий сошел и все грехи взял на себя. Ответил безгрешных за грешных. По любви. И веруя в Него, теперь мы получаем прощение грехов. Потому что за мой грех уже ответил Христос. Это вот так. Я таким мерзким языком скажу. Концепция рассуждения. Понятно. Это мусульманин? Да. В то время не Бога. Да. А у вас что привязано? У нас крестик, а у вас? Это не крестик. У нас какого-то там определенного предмета нет. У меня крестик, видишь какой. У вас когда-то, ну как я знаю... Он мусульманин. Я понял. А что там у вас это? Это аят. Называется аят. Аят называется. А что это аят? Там что-то... Там внутри что-то лежит. Внутри... Хадис написан из Корана. Как бы одна строка, прописанная... Понятно. Это есть хранилище у евреев. У них коробочки на лбу. Не-не-не-не. Это не то. Это вообще не то. Ну это с надписью коробочки. С надписью точно так же. Ну да. Это по Писанию. Есть такие мусульмане, которые считают это храм. Есть такие мусульмане. Ну ну понятно. Понятно. Это хорошее дело, когда человек имеет веру на будущее. У вас у мусульман-то очень хорошо описано, когда в аду грешники мучаются как? Да, да, да. У вас это подробно. Поэтому вот здесь на это приходят. Я говорю, что много мусульман приходят на этой рулетке-то. Я спрашивал, а зачем вы сюда приходите-то? Раздетые всякие. Что, разврат тут собирать? Мы пришли проповедовать. Я как-то вам скажу, что... Короче, я в Новый год, короче... Я задавал вопрос тут всем. Короче, что по-вашему впервые пришло на свет? Чем я тут занимался? Есть очень много людей, которые занимаются нехорошими вещами. И не только Бога не осознают, так и не осознают себя. Ну вообще, не признают себя. Я хотел этим людям помочь с одним вопросом. Задав вопрос, что впервые появилось на свет? Курица или яйцо? По сути, без курицы яйца не может быть, а без яйца курица. Понимаете? Не совсем понимаю. Он говорит, я людям задавал вопросы один, что кто впервые появилось? Курица или яйцо? Ну да, курица. Курица. А как курица появилась, если яйца не было? А Господь сказал, говорит, земля произведи, и сразу она появилась. Он сбугрилась и докудахтала. А потом яйцо снесла. Он сказал. Сказал, и появились рыбы. По слову Божьему. Этим вопросом, и именно этим вопросом я занимался четыре дня. Задавал. И сколько людей мне, по-вашему, сказали, что, брата, не сосусь в это дело, это Бог создал. Всего их двадцать. Четыре дня двадцать человек это ответило. Смотрите, вот я поднимаю книгу, вот книга. Вам видно, нет? Это Библия. Да, да, да. Я, вот заметьте, я открываю. Это у вас Коран, а у нас Библия называется. Да, да. И вот смотрите, как написано. И сказал Бог, а будет святой, потом сказал Бог, да произведет земля присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею, на тверде небесной. Птицы. Он сказал, и оно из ничего появилось. Он творец, создатель. Ну, вы называете Аллахом. И все. Первая курица. А потом уже она петуха нашла своего. Он говорит, за четыре дня только человека два сказал, что это Бог сотрел. А остальные все кто куда. Ну, не знают люди. Бог сотворил, я и сказал вам. Он сотворил, и появились птицы, звери. Человека из глины сделал. Откуда мы? Откуда мы? Да. Из глины. Эдем. Нет. Где мы живем сейчас? Барнаул, Алтайский край. А, понятно, понятно. Я снова тебе. Он снова тебе. Он совсем рядом. У нас очень большой, видите, сайт. Еще раз посмотрите. Открытый в окон во свете Библии. Большой Ютуб. И на Ютубе у нас 13 900 роликов. Понятно, понятно. Мы строим деревню православную. К нам часто просятся мусульмане. Мы говорим, у нас деревня православная. Если вы православие примете, тогда можно. Деревня, где можно, где пять условий. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Тогда мы первый разговор будем вести. Чтобы сам человек мог построить. Я не курю, не курю, ну, про воровство и дальше даже говорить не хочу. Ты слушай, сейчас я плохо понимаю. Он говорит, я не пью, не курю и не ворую. А материтесь? Нет. Неправду говорите? Неправду бывает, говорю. Не должно быть. Это ложь. Всякая ложь от сатаны. Дьявол, если лжец, отец лжи. Но если вы верите в христианин, тогда бы мы разговаривали. А что вы будете делать-то среди верующих христиан-то? У вас есть отличие от нас. У нас Спаситель Христос. У нас одна жена. А вот четыре. У нас это считается разврат. Даже немыслимый разврат. А у вас это в порядке вещей. Так что тут разный уровень. Вот чисто для меня я вам скажу это так. Нет разницы для меня. Вот нет разницы, кто он, иудей, хрестоносец. У вас, наверное, микрофон далек, плохо слышно. Мне нет разницы, вам сейчас скажу. Вот по жизни мне нет разницы, кто там, мусульманин, христианин, иудей, кто бы он ни был. Главный человек верил в Бога и сам, по сути, шел по этим же стопам, чтобы не спотыкаться с грешными, понимаете? Вот мне 24, я еще ни разу не дотрогивался за женщины. Это для меня как бы не то говорится, что я, как говорится, чистый, то-другой. Но для меня это грехю считается, пока я не женатый, дотрогиваться до кого-то, понимаете? В мусульманстве есть вот такая вещь. Ну, очень много, мало людей в этом ведутся. Даже мы доженять, мы можем разрушить. Нет, он говорит, мне 24 года, я, говорит, еще до женщин не прикасался. Ну, это вы, это... А вообще-то у мусульман-то это в порядке вещей. Вот они приезжают, русские, они на прополу и блудят с ними. Да, да. Вот как жеребцы конюшенные. Я их хорошо знаю. Меня за слово Божие сажали, я был уже на тассе, отбывал срок. В тюрьмах был, за слово Божие. И там вокруг были мусульмане. Для меня они хорошие. Но для Бога-то они другие. Они заступали за меня, когда где-то видели что-то, что-то такое-то. Предупреждали, что там так-то так. Вот я был, когда служил в Амар-флоте. И взяли там туркмены, таджики. Ну, такие вот люди-то. А над ними русские подковыриваются. Урюк там, зачурки там всякие. Там что у нас были? Узбеки, туркмены, кажется, азербайджанцы. А я занимался разными языками. Я сразу начал их языки изучать. Так они вокруг меня, как пчелы на мед. Все везде. Я сразу раз отвечаю за них. У нас там держали свиней, сало давали. А брать обязательно. Они вот так руку подставят, им на руку положат это сало, вот так. А он отойдет от этого, вот так вот сбросит в снег. А русских хватает тогда. Я тогда про мусульмана еще не знал. Я знал только, как мой дедушка, дед по матери, Егор. Вот ехали казахи, казахи, Казахстана. И они ездили через его деревню, Тюменцевский район-то. И они у него останавливались. А это как бастурмане считаются. Ну, люди такие неверующие. У него отдельная посуда была, чистая, все. Ну и над дедом-то смеялись. А ты кого принимаешь-то? Это бастурмане неверующие-то. А он такой дед добрый был. И вот он поехал проезжать через их аул. А они узнали, как они загоргатали по-своему. Его с телеги стащили. И на руках по всему аулу везли и кричали по-своему. Он нас принимает, там кормит, поет. Они очень благодарны. А дед-то рассказывает у меня. А я маленький был. Я уже понимал, что и там, и здесь хорошо. Ну, когда они дома были и когда здесь приехали. Отличную вещь вы делаете. Оставайтесь с Богом. Спасибо. С Богом. Храни вас Господь. С Христосом. Да. С Твещащим отворит Господь. Мы свидетельствуем о Боге, о Христе. Вы желаете больше? О Боге послушать. Желаете побольше? Как правильно жить? Да, да. Все люди грешные до единого. Ни одного праведного нету. И поэтому с неба сошел Сын Божий Христос и взял грехи мира на себя. Чтобы верой люди могли оправдаться. Потому что возмездие за грех смерть. Такой закон Божий. И поэтому Господь Сына Своего отдал. И мы, веруя во Христа, получаем прощение. Другого пути нет. Это один единственный путь. Христос говорит, я есть им путь, истина и жизнь. Если человек верует, у него другая жизнь. Совершенно другая. Вот у нас встречается... Сейчас мы разговаривали до вас с мусульманином. Но он тоже много там слышал. А я рассказал, как мой дедушка мусульман принимал. Они в деревне. Через его деревню ездили. Он их принимал, кормил и поил. А потом попал в их аул, поехал. Так они его с телеги стащили. И всем кричали, это он нас принимал, кормил. Такую счастье ему оказали. На руках его по своей деревне, по аулу тащили. Так Господь говорит, если мы будем по заповедям Христовым идти, и в трудные моменты, Господь говорит, я вас на руках пронесу. По опасностям. И мы это должны подтвердить, что это действительно так. У нас большой есть Ютуб. Вот посмотрите, называется «Открытым оком во свете Библии». Это канал в Ютубе. И есть сайт и форум. Все, понял, Миша. А если вам надо по скайпу нас найти, вот внизу, мое имя и фамилия. Миша Хусей. Так. А воскресшего, чтобы люди знали его, как жить и что за гробом ждет. Мы считаем святую Библию, ходим в храм и хотим поделиться... У меня мама тоже занималась этим раньше. Что? У меня мама тоже этим занималась раньше. Мама раньше? Так это надо всегда до самой смерти быть верным. Она, в принципе, так как сказать, занялась другим чуть-чуть. И у нее стало меньше свободного времени. Поэтому у нее как бы... У нее стало меньше времени свободного. О, нет, это не годится. Время Бог дал для того на земле, чтобы мы душу спасли. А то у меня времени нет, ее никогда не будет. А умрешь, там целая вечность, конца края не будет. Надо не просто веровать, а стремиться. Апостол Павел говорит, на ресталище, на стадионе бегут многие, а награду один получает. Итак, бегите, чтобы получить. Надо с уверенностью идти. Все, что получите, правильно. Как? Повторите еще раз. Всем же не получить награду. Всем же не получить награду. Всем же только что сказали. А Господь про это и сказал, что много званых, а мало избранных. И поэтому, доколе дверь открыта, идите. И Господь говорит, я стою у двери и стучу. Дверь сердца. Кто откроет, войду к нему, буду вещарять с ним. А вы читали книгу сатаны? Что? Точнее, Библию сатаны. Вы читали Библию сатаны? Не надо. У нас Библия, вот, Божественная Библия. Смотрите. Во. Вот, я понял. Знаете, что там написано первые строки, какие в Библии сатаны? А зачем мне знать эту беду? У меня получат силы Бога. Ну, я, как сказать, я выкрещенный, но не фанатик. Вот так. Я верю, что что-то есть. А вы слово фанатик как трактуете? Что это плохо? То есть, много времени я этому не уделяю. У меня есть другие занятия, поинтереснее чуть-чуть, так скажем. Это никак не мешает занятиям. У меня тоже всю жизнь занятия были. Кстати себе, вот смотрите, я в армии, да, служу. У меня, допустим, сутки рабочие, потом у меня день отсыпаюсь, второй день у меня тренировки, детей обучаю. Я с детьми занимаюсь, ну, вот, это спортивный туризм. То есть, походы готовлю, там, спортивно-организирование. Третий день у меня просто торты делаю по заказ людям. То есть, у меня график расписан, то есть, поминутно. Ну, что человек занят и хорошо, он должен что-то производить. Я сегодня с одним говорил, а он, я в музыкальной школе, и что ты будешь делать? Музыка твоя, все это свободное время. Я вот технарь, строитель, я 40 лет печи ложил. Я знаю, они тепло, дети, старики отдыхают, чтобы в руках у тебя плотник, там, разные работы делать. А другой у меня брат, он держит много овечек. А сестра у него, сестра, она, говорю, жена, она агроном. Как зовут вас? Игнатий Лапкин, внизу вот, смотрите, написано. Подальше, подальше. Это у нас большой ютуб, открытым оком во свете Библии. 13 900 роликов. Хорошо, Игнатий Лапкин. Да. А вы знаете, кто такие, эти, как они? Скажите мне, короче, они седьмой день чтут, как они? Адвентисты. Адвентисты седьмого дня? Адвентисты седьмого дня, да, да, да. И что? Они считаются христианами? Христиане-еретики. Почему еретики? Так они тоже самые поклоняются. Нет, вы спросили, я отвечаю. Мы не спорим, я вам отвечаю. Нет, вы спросили, я ответил. Сегодня еретиков насчитывается 21 тысяча разных названий. Каждый по-своему толкует. А мы берем, как святые отцы, столковались с первого века. У нас предания есть. Церкви православные стоят. Отошли баптисты. От баптистов адвентистов, от адвентистов свидетелей Иеговы. Этому конца краю нету. Это сатана делает. Адвентисты, они говорят, души у человека нет. Мусульмане все признают душа. У человека отдельная душа от тела. Человек дуалистичен. А они, души нету. Им ад готов. Они говорят, а ада нету. Да они хуже безбожников. Но они заботятся о здоровье. У них рацион разный, спортом занимаются. Я их очень хорошо знаю, я у них проповедовал. Если у вас будет желание побеседовать, смотрите. Вот по моему имени, фамилии, вы найдете меня в скайпе. Я один такой там, под таким фамилией. Какие-то вопросы божественные. Зайдите. Там у нас очень богатый сайт. Спасибо. Слава Христу. До свидания. До свидания. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Чтобы люди жили правильно, в ад не попали. Вы интересуетесь этим? Не надо, да? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И скрепы наши с нами. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Чтобы люди знали, примирились с Богом и получили жизнь вечную. В ад не попали. А, это очень хорошо на самом деле. Так, а у вас флаг американский, он что, означает как-то или просто так? Ну, просто мне нравится американский флаг, он красивый, и я его повесил. А вы знаете, что лучше русского флага, который сейчас, во всей мировой истории не было. Он вненациональный, внеконфессиональный, вневременный. А это сколько штатов, и больше ничего не означает. А у русских, вот смотрите, я вам объясню, что означает флаг. Так, горизонтальные полосы. Первая полоса, красная. Это означает, весь мир рождается в крови. Как говорил Мицкевич, земля пропитана от коры до центра крови людей. Это борьба, это рождение, это смерть. Вторая, это голубая. Ищите небо. Помышляйте о горнем, а не о земном. Небо, синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В мире у Бога не будет мести угроз. Вот это вторая. Третья, белая. Это белый престол на суде Божьем. Это в Библии написано, откровение. Белый престол, от лица которого бежало небо и земля не нашлось места. Русский флаг, он может быть украинским, арабским, мусульманским, кем угодно. На все века. Я на кораблях плавал. Мы знали все флаги государств, которые имеют выход к морю. Русский вот этот флаг, он божественный флаг. Красный, синий, притом в равной степени, не Богом, а прямо кверху. Родился, ищи Бога, и суд Божий будет. Вот это флаг. А, ребята, в Америке Бога нету, что ли? Ну, Америка что она? Америка... А это что, в Америке Бога нету, разве? Почему? Бог везде есть. Он есть и в аду, и в космосе. Я в Америке много ездил. А чем же американский флаг? Нет, я рассказал, что он земной. Земной, юноша, земной. Он только о земле. О небе он не говорит. Как жить, не говорит. А русский он проповедь говорит. Родился, думай о небе, помышляй о горнем. Синее и белое. Это престол Божий написано. В Библии написано. «Видел я великий белый престол Божий, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места». Это последнее суд Божий. А это означает земной, я ничего против не имею. Это количество штатов. А полосы вот эти желтые можно как угодно толковать. Бело, красно, белое. Они ничего не означают. Если в Америке, там, в Англии, это владычица морей волнами идет. В Германии, там, русская область, черный уголь. То есть, это все земное. А у нас именно флаг небесный. Да, вот помните это. А думать надо о белом престоле. Как мы станем на суд Божий? Что с нами будет? Вот у нас большой есть видеоканал. Вы можете к нам зайти. Открытым окном во свете Библии. Посмотрите. Открытым окном во свете Библии. Если эти слова подставите, слово сайт, выйдите на сайт. Форум на форум. Разговаривать по скайпу, меня вот это имя, фамилия найдете. Знаете, ребят, я вот еще думаю, на самом деле. Мы все умрем и попадем в рай. А они просто сдохнут. Правильно, Путин так и сказал. А почему сдохнут? Да потому что вся будет радиация толстым слоем. Он правильно сказал. Не, ну базар он... Ну молодец, у него юмора хватает. Это хорошее качество человека. Они все сдохнут. А мы умрем, в раю будем. Потому что мы невинно пострадаем. А только мы рая достойны. Больше никто не достоин. Рай для русских создан. Смешно, да? Я, знаете, когда вот это повалили, торговые центры, а я до этого был на них наверху, на крыше, которые небоскребы пали. Ну и когда там все посмотрели, статуи свободы, я там, меня специально повезли там показать. Я сошел, и полицейский стоит, здоровый коп такой. Подошел, а я в сапогах своих, как всегда... Вы не слышите, что я рассказываю вам? Я слышу, там коп... И вот подошел полицейский и говорит, давайте сфотографируемся. И говорит, Америка пойдет вниз, а Россия будет подниматься кверху. А он с 12-го года падает вниз. Так, у вас вопросов нет никаких? Ну, я не знаю, с чего начать. Вот видите, вот в этом положении бедственном человек бы горевал, а Путин сказал, и вас развеселил. А заодно это уже можно за него молиться. Молодец. Ну, клоуны созданы для того, чтобы люди веселились. Так, ну все, пока. Так, мы отходим. До свидания. До свидания.